О-о-о-о-о-о! Мы приехали в вот этот какой-то новый каворкинг. Здесь есть квартирник нашего друга Романа, который Пранч ТВ, пишу песни, пою, и поэтому подписывайтесь, Не ставьте колокольчик. Люди встречаются, знакомятся, женятся. Сейчас люди встречаются, знакомятся, делают бизнес. Поэтому пойдем мы дальше делать бизнес. Мне интересно кино было бы снять, например. Мне просто стало казаться, что моя жизнь безумно интересна. И Данил, тот, который сейчас это снимает, он покажет вам то, как живут такие, как я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это просто не самое интересное дело, которым бы я хотел заниматься. Как только станет больше денег, так будет полегче. А сейчас, каждый раз, когда мало денег, выживают только, там, я не знаю, первая десятка. По всем остальным сложно. А это правда, вот, что люди, действительно, до сих пор платят за ротацию? Ну, мы никогда не брали, я не могу комментировать. Я лично никогда не брал денег за ротацию, ни копеечки. За все, там, 24, там, 25 лет, если есть кто-то, то придет и заявит, там, о том, что, типа, ну, или скажет вам, там, куда-нибудь, да, а я, там, Шамбанову заносил лично. Пожалуйста, вот, я хочу познакомиться с этим человеком и посмотреть ему образы. Не, ну, понятно. Ну, знаете, сплетни, это же дело такое, как бы, могут ходить, рассказывать, что угодно. Но, вот, я абсолютно ответственно заявляю, что я, я точно и уверен, что никто из моих коллег, ну, вот, на нашей радиостанции, там, на нашей радиостанции, там, на нашей радиостанции никогда ни одной копейки за ротацию не взял, потому что это скотство. Ну, винник, наверное, заходит. Большой массе народу, ну, судя по тому, что говорят, я не был ни на одном из ее концертов, но говорят, что очень хорошо продается. Там, Тина Карель, говорят, может продать 4 ДК Украины подряд. Но это же не формат, правильно, вашей радиостанции? Нет, вообще не формат. То есть, у вас никогда не играет ни Винник, ни Карель? Нет, вообще никогда. Как, в чем деньги? Ну, которые вам надо потратить, вот, то есть, там, необходимость в деньгах, да, то есть, там, до этапа появления классной песни, там, талантливой, там, суперной, да, а деньги не имеют ключевого значения, там, соответственно, как и лейблы. А дальше должны появиться деньги, и эти деньги могут появиться не обязательно от лейблов. Сейчас, там, чем раньше были интересны лейблы? Лейблы гарантировали вам некие финансовые вливания плюс определенную поддержку. Поддержку, промо-поддержку, в первую очередь. Потому что у лейблов были выстроены хорошие отношения и контакты со всеми радиостанциями, с музыкальными телевизионными каналами, с концертными площадками. И лейбл, имея такие связи, говорил вам, смотрите, вот, я подписываюсь, там, с вами, к примеру, там, если вы молодой никому не известный артист. То я тогда, да, то я тогда беру вас, там, на каких-то условиях под свое крыло. Естественно, условия не очень выгодные для артиста. Ну, сейчас так никто не делает, на самом деле. Вкладываю, в смысле? Ну, лейбл так и сейчас не делают. Да, смотрите, дело не в лейблах. Лейбл, в данном случае, это исключительно поддержка финансовая и логистическая по доставке песни на радиостанции и договоренностям между лейблом и радиостанциями о каких-то ротациях. Но сейчас, при наличии, там, социальных сетей, фейсбука, поверьте мне, что если там мне, например, напишет какой-то лейбл и скажет, Андрей, у нас есть там супер-классная песня, я ее послушаю, а песня «Говно». Вот. Или вы мне пришлете эту песню напрямую, вот, она дойдет до меня, и я ее послушаю, и песня «Говно». Сколько в день, например, на песню приходит? Ну, нельзя сказать. Ну, в месяц, допустим, когда, может, как-то легче будет? Новых песен, ну, я не знаю, там, от артистов десятка-полтора, там, два. Ну, здесь не вопрос рисков, если песня классная, то вы… Ну, вон, посмотри на Диму Монатика. У него нет никаких лейблов, никто за ним не стоит, все сам. То есть человек просто начал писать песни. Песни были классные. Правда, он имел возможность записывать их, ну, с точки зрения рекординга. Качество. Классно записывать, делать классные амжировки, и у него опыт. Ему не нужна была помощь, там, кого-то. Он сам это делал на достаточно высоком уровне. Все, и он там, ну, ясно, шел, конечно, там, побегал как-то, постучался в закрытые двери, но потом оно само как-то раскрутилось, и все, и у Димы нет никакого там… У Вани Дорна та же самая история. То есть Ваня, когда, там, он ушел от продюсера группы, паранормальных, да? Да, да, да. И когда он начал сам заниматься музыкой, все. То есть, как бы, у него нет никакого продюсера. Он сам себе продюсер. Более того, он сам доставляет музыку, сам доставляет песни. У него уже есть команда, которая там занимается этим. То есть, он не сам звонит и не говорит, слушай, я тебе песню отправлю, послушай ее, пожалуйста. Этим занимается его менеджер. Но, как бы, это не он работает на менеджера, а менеджер работает на него. Мне интересно кино было бы снять, например. Серьезно? У меня друг снимает через кино украинскую. Ну, вот, вашему другу классно. А кино про что? Не имеет значения просто. Или просто сам процесс вот снимать хочется? Ну да, снимать, делать, создать там некий кинопродукт, посмотреть его потом в кинотеатре. Что из этого получилось? Надо познакомить. Не, да я знаю многих людей, которые снимают кино. Но это же они снимают. Они снимают за чьи-то деньги. Он свои. Он? Он снимает на свои? Да. А как фильм называется? Я не я. Это детское кино. Класс. Вот сейчас они делают полный метр. Договорились мультиплекс, планеты кино. Это будет с весны уже трансляция. Класс. Люби меня во всей моей грешности. Люби меня со всей своей нежностью. Люби меня, счастье сулящую. Люби меня, ночами не спящую. Люби меня, пока звёзды белые. Люби меня, пока ещё смелые. Люби меня, как отца и ребёнка. Люби, как слепого котёнка. Люби меня, тихо, неспешно. Люби, пока бури не слышно. Люби и будь моим ангелом. Люби и будь. Ты моё главное. Люби. Люби. Привет. Привет. Что ты ожидаешь от фильма? Я ожидаю увидеть там классных актёров. И я знаю, что этот отель скопирован с отеля, который построил какой-то известный человек. Синатра, по-моему. Это очень легендарный отель. И вот мне интересно посмотреть, какая там будет обстановка. Ну и надеюсь, что будет не скучно. Обязательно проверим, да? Да. Пошли. Катя, очень большое спасибо. А мог бы, да? Сценарист, в принципе, мог бы. В тайне. И показывал его только в письме. Его не было в напечатанной форме. А начало бы очень просто. Я бы хотел все-таки огласить название этой киноленты и какая киностудия снимала эту работу. Итак, киностудия 20-е столетие Фокс вашему вниманию сегодня представляет фильм, который называется «Плохие времена в Эль Рояле». «Плохие времена в Эль Рояле». «Обняйся». «Да, я начинаю еще и будет». «Да. Привет. Я провела три раза». «Провела три раза, а она писелку заходила». «Да». «Обняйся в Икраине» «Обняйся в Москве». «Билеты». «Ну, это же билеты». «Там есть, билеты». «Мать». «Мать». «Как ты думаешь?» «Футболы». «Я угадал». «Смотри, «Эмочка». «Эмочка». «Подходит?» «Мне да». «Эмочка», «Эмочка». у меня эмочка Юра говорит фиксэска фиксэска у меня может переоденешься красиво спать не переспать там еще наклейка это на холодильнике? это пол холодильника? может это раскраска? нет, это холодильник мне кажется нет, это блокнот а, это то, что мы будем дарить кстати, можно его выиграть я могу его подарить тому, кто на это так что, Юра, рассказывай так, я хотел тебе рассказать самую главную новость новость это в том, что я с подругами открыл цветочный магазин бесплатная интеграция для друга который называется если мне не будут писать постоянно то я прям его и найду еще в инстаграме ПАЛИСАТ ПАЛИСАТ у нас такие крутые цветочки посмотри это же вообще какие-то мы делаем очень крутые руки подписывайтесь а юр ты сам их привозишь а